здравствуйте 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 как же вы здоровы хасай магомедович спасибо спасибо я просто удивлен потому что вы мне написали возникли вопросы давайте коротенько вопросы я коротенько отвечу что мы за 10 минут все успели сделать хорошо спасибо большое за то что уделили время хасай магомедович ну вот я конечно обсудила со своими со своей подружкой она посмотрела наш с вами видеоролик в полном восторге и вот у нее на девочка думающая и размышляющая удивительная девочка живет в грозном и у нее вот такой вопрос возник она говорит вот хасай магомедович говорит хочешь есть в состоянии стресса дрожишь надо дрожать усиливать свои качаешь ногой надо качать ногой а что мне делать если я в состоянии стресса хочу кушать что мне все время потому что правильно многие заедают стресс да это правильно это правильно на хороший вопрос задает ну просто и надо сделать пару раз упражнения например ключевое дыхание или например я вчера как раз показывал ролик загрузил кулачок это якорь такой стресс будет захочется кушать она возьмет кулачок сожмет и сразу произойдет успокоение и не захочется так сильно кушать а как это сделать пусть она вот этот ролик который перед этим у нас загружен он называется про зрение это я давал для тех чтобы люди могли снимать зрительную усталость потому что от стресса это тоже и утомляемое зрительное бывает и много проблем бывает вчерашний ролик ну вот этот вот который до этого до нас который пусть посмотри про кулачок это потрясающий прием очень помогает будет меньше кушать когда стресс я и еще такой вопрос опять-таки она говорит ну вот человек заинтересованный понимаете когда человек заинтересованный он вникает и вот она думалась и говорит опять-таки состояние стресса но у них там понятно было состояние стресса очень долго в чечне и она говорит я говорю очень громко мой начальник на работе мне говорит пожалуйста не кричит и так громко говоришь я слышу почему в состоянии стресса громко начинает говорить человек это возможно ли не то что человек так говорит громко но люди в стрессе по-разному себя ведут я же ее не знаю какие у них да да но это вообще бывают такие такие ситуации которые мешают уже мешают на работе вообще замирают оцепеневают и слова сказать не могут так что по-разному себя ведут конечно она хочет спокойнее себя чувствовать ну да да конечно нужно дома сделать пару вечеров когда она свобода просто упражнение покручу как для нее лично в этой ситуации она просто представляет себе что она разговаривает с отчаянником и у нее возникает вот это вот реакция которая у нее бывает в ответ на это представление и она в этот момент наблюдает какая например из рук больше напрягается или где у нее возникает напряжение наблюдать и начинает это усиливать то есть пронаблюдала как организм подсказывает и усиливать ну да ну там минутку две-три ну пусть пару раз так сделает дома и заметит что когда она теперь будет разговаривать с начальником у диета в памяти тело останется это как рефлекс вырабатывается и стоит ей как только она с начальником средства стоит ей только почувствовать беспокойство сразу она сделает вот так как она дома делала и сразу я думаю я думаю что это упражнение очень многим полезно потому что когда мы разговариваем со своими начальниками мы мы очень часто волнуемся и мы все напрягаемся а потом есть я уже говорил как есть еще одно упражнение когда в японию куклу начальника пилотят когда на на начальника очень сердится но не могут сказать ничего и потом дома на своих разгружаются но вместо этого куклу начальника они бьют а можно бой стеню сделать всю вот эту накопившую энергию но просто как спортсмены делать бой стеню и дома так поделать и выпустить пар в комментариях нашему ролику которым разговаривали одна девушка рассказала это очень интересная тема гостей и она помните сказала я попробовала потом просто упала на кровать и расхохоталась это скорее всего вот такая была разгрузка да и и этот у нее да она просто удивилась как это работает во первых хорошо во вторых резкая смена состояния автор этих наверное я так по практике просто думаю просто наверное до чего же все-таки много интересного мире до чего же мы все-таки многого не знает а человек может управлять только тем что им осознанно все остальное управлять и давай еще один вопрос и мы до следующей встречи вот такой вопрос у меня предложение мы с тобой можем сделать такую практику небольшой для всех полезное время от времени ты копи вопросы и ты мне задавай я буду хорошо чтобы отвечать на твои вопросы и все будут слушать давай хорошо касаемо смотрите все как прошлый раз я сделал ошибку сказала многие все я слышу когда вокруг говорят с таким вот прям умным выражением на лице вот у того-то плохая и не стало так что такое плохая понятие плохая не на материи правильно даже не может быть плохая или уж конечно вот поделить поделитесь своим мнением на это счет логическая атмосфера психологическая атмосфера это эмоциональное отношение но раньше смотрели на фотографию девушки говорили какая она симпатичная а теперь говорят какое у него биополь или например какая у него энергетика но это же символы которые отражают но но это метафора с помощью которых мы выражаем миллион разных вещей которые вместо того чтобы это все объяснять я просто говорят какая энергия от она же не в этом смысле не физически там в этом случае присутствует и поэтому когда человек говорит про другого человека у него плохая энергия имеется ввиду когда он с ним общается у него возникает дискомфорт и поэтому он думает что тот ему энергию передает на самом деле нет это психологическая атмосфера это люди сами придумали такое определение то есть энергия и энергетика это совокупность личных качеств человека если он добрый замечательный хороший симпатичный нам мы говорим какая у него хорошая а если он то есть это все слова синонимы и не надо все вот вы любите не любите вы говорите все так просто что просто сложно в это поверить правильно я сейчас объясню почему очень много людей которые воспринимают метафоры и фигуры речи и образные выражения буквально почитает он текст у него плохая энергетика и все и теперь он по законам физики и начинает конкретизировать для себя но что я могу сделать с этим и что вы можете сделать надо просто вот так как мы сейчас объясняем объяснять я знаю девушку я с ней общался это внучка образцова если вы помните образцов кукольник до вики образцов ну вот мы дружили и она говорила у у меня говорит сосед с этажа какого-то мне энергию постоянно пускает на меня через стенки и у меня забирает энергию тоже ягод очень плохо себя чувствую уже несколько дней а я и сказал скажи пожалуйста ты последнее время это заметила или раньше у тебя тоже так было не то раньше никогда не бывало окна как окна дома как дома соседи как соседи никаких нет я задал второй по скажи пожалуйста ты в последнее время с кем вообще общаешься она горну подруги приходят мы там кофе пьем гадаем про всякие штуки рассказываем про экстрасенсов туда-сюда я сказал ты можешь несколько дней не встречаться и на эти темы не разговаривать а почему говорит это да модно почему я просто я тебя прошу это тут психологии с кем не доверяешь если не хочешь чтобы у тебя отрывали энергию если чувствуешь себя хорошо нет я плохо но поэтому то есть хочешь все хорошо совет послушать и на самом деле через несколько дней сосед как сосед и дома как дома это окна потому что она просто грузилась с этими разговорами поэтому если люди вот постоянно в интернете читают и слушают например про какие-то болезни потом если они к примеру про какие-то телепатии про джинов которые кто-то сопускает и который ломает им жизнь если про все это впечатлительные люди слушают они так грузится так грузится и потом да но бывает конечно когда с перепою человек чертей видит белые горячки но это же не значит черт именно такой а ты его переубеди где-то был один раз прочитал такую интересную забавную фразу достаточно не учить школе физику и химию и всю жизнь вас будут окружать волшебство и чудеса вот это приблизительно то же самое да конечно поэтому знание это силы эти очень благодарен за вопрос спасибо большое да спасибо большое идея давай еще пару раз мы с тобой будем встречаться спасибо большое вопросы а я для тебя и для всех буду отвечать спасибо большое еще если кто-нибудь захочет нашу компанию задавать вопросы мы все втроем или вчетвером и задавайте вопросы это будет очень интересно да спасибо большое всего доброго до свидания спасибо спасибо